Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Твоя вера важна! Вы слышали когда-то о пасторе Джоне Остине? Он построил двухэтажное здание, и они уже переросли это здание. И он вызвал подрядчиков, и сказал, я хочу, чтобы вы добавили еще несколько этажей этому зданию. И подрядчик сказал, не следует этого делать. И Джон Остин говорит, не говорите мне, чего не делать. Я пастор хочу, добавляю. Он сказал, может, вы и пастор, а я строитель. И я туда такого основания не закладывал, которое позволило бы вам достроить несколько этажей. Фундамент позволяет определенное количество этажей выше не пойти. хотите пойти выше, нужно разобраться с фундаментом. И я хочу, чтобы вы знали, что то, что происходит в вашем фундаменте веры, определяет, как далеко вы пойдете, как высоко вы пойдете в Боге. Аминь. И когда мы смотрим на Марк 11 главу, с 22 по 24 стих, это Писание, являющееся основанием для веры. Это значит, мы должны быть умелыми в этих местах Писания. Мы должны их не просто знать или быть способными их процитировать. Мы должны быть умелыми в использовании их. Это ваши базовые, фундаментальные местописания для подкрепления веры. Когда я была в колледже, и основная моя степень была по выступлению с классической музыкой на пианино. И когда я, будучи девочкой, только начала брать уроки пианино, мне всегда сразу хотелось начинать играть песню. Но мне все время, учителю, нет, нужно гонять гаммы, нужно гонять арпеджо. Потому что она знала, что если я в этом не буду умелой, то тогда это меня будет ограничивать в том, какую музыку я смогу сыграть. Что по мере возрастания, когда я была маленькой, учителю приходилось меня заставлять гонять эти фундаментальные техники, эти гаммы, арпеджо. Но по мере того, как я взрослела, я осознала важность. И больше никому уже не надо было мне говорить, что нужно практиковаться фундаментальные техники. Я очень много времени проводила. Каждый день, перед тем, как другое практиковать, я гоняла гаммы, гоняла арпеджо. Потому что если я не разогрею пальцы и не приведу в порядок этот навык, то я не могу сыграть произведение, которое мне нужно сыграть. И по мере того, как я расту в Божьих вещах, мое первое желание — это пойти к фундаменту, пойти к самым базовым основам и убедиться, что у меня все хорошо с этим навыком, навыком моей веры, навыком в том, чтобы получать от Бога, навыком в том, чтобы слышать от Бога. Потому что есть служение, которое я возглавляю, и если есть проблемы с фундаментом, все, что на нем построено, пострадает. А я не хочу, чтобы это что-то обрушилось. Поэтому я постоянно посещаю фундаментальные истины веры. Поэтому никогда не сиди в церкви с таким представлением. А это я уже слышал, это я уже знаю. Потому что если ты собираешься быть сильным в духе веры, то ты никогда не должен уставать от проверки своих оснований веры, о том, чтобы убеждаться, что ты в вере. До того дня, как мой папа отправился в больницу прямо перед смертью, он проверял свои посевы. Ой, он никогда не считал себя слишком старым для этого. Он знал, что результат зависел от его проверок. Результат твоей жизни зависит от твоей проверки. Потому что именно мелкие лисята, они портят всю лозу. Именно мелкие лисята, они не взбираются на третий, на четвертый этаж твоей жизни. Они роют основания твоей жизни. Они преследуют твою веру, пытаются тебя вогнать в соблазн, в горечь, в непрощение, в доктрины, которые тебя не благословят. Потому что эти вещи разъедают твое основание веры. Поэтому тебе нужно защищать свою веру. Поэтому мы должны стать умелыми и не принимать это уже как что-то слишком знакомое. Эти места Писания в Марка 11 главе. Вера должна перерождаться каждый день. Нужно практиковать веру каждый день. Марка 11, 22. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божью». У вас лучше дела в русском переводе, чем у нас. И в 23 стихе «Истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море и не усомниться в сердце своем». Даже если есть сомнения в голове, главное, чтобы не было их в сердце, и тогда вера будет все равно работать. Разум будет говорить, «Это не сработает, это не сработает». Но сердце, ты говоришь, «Сработает, сработает». И ты будешь верить в своем сердце, даже когда сомнения пытаются проползти в твой разум. Итак, всякий, кто скажет горе сей, «Поднимись и ввергнись в море и не усомниться в сердце своем, но будет верить, что то, что он говорит, сбудется, то, что это сбудется, то будет ему, будет ему, что не скажет». И заметьте, этот стих говорит вам разговаривать с вещами. Вы можете менять вещи, убирать вещи, говоря к ним. Так что вам к ним нужно говорить. Часто люди ждут, пока Бог с чем-то справится, а он ждет, когда они заговорят с вещами. Вещи будут тебе повиноваться, говори к ним. Будут повиноваться, говори к ним. Деньги будут повиноваться тебе. Твое тело, твое здоровье будет повиноваться тебе. Твой разум будет повиноваться тебе. Ресурсы, которые тебе нужны, дом, который тебе нужен, транспортные средства, которые тебе нужны, они будут повиноваться тебе. Говори к ним. Говори к ним. И затем он в 24 стихе говорит, что все, чего желаете, когда молитесь, верьте, что получите, и будет вам. 23 стих говорит о том, что вам нужно удалять то, что вы не хотите. А 24 стих говорит, что вы должны получить исполнение своих желаний. Когда вы избавились от того, что не хотите заменить это чем-то, что вы хотите. Аминь. И люди говорят, пастор Нэнси, я это делал, не работает. Я пастор 25 лет. И многие мне говорили, я это делаю, это не работает. Я говорю вещам уйти, а они не уходят. Я говорю вещам прийти, а они не приходят. Это не работает. Я выполняю эти принципы. Я принимаю все шаги. Я делаю все, что говорил Иисус, и эта штуковина о вере не работает. 23 и 24 стих это принципы, как, что делает, шаги, которые надо предпринять. Но 22 стих, начало 23 в русской Библии, это основание. Основание, имейте веру в Божию. Имейте веру в Божию. Имейте веру в Божию. Если вы пытаетесь продолжать 23 и 24 стих без начала 23 стиха сильного, в вас это не будет работать. Люди все время пытаются задействовать принцип, исходя из своего разума. И в своей ментальной сфере. А это должно прийти из места веры, из духа веры внутри. У меня есть вера Божья. И ты говоришь, что ты изнутри держишься всей внутренностью за это. И даже так говоришь, ты становишься таким, уже знаете, разозленным и гневным, и готовишься это взять. Не так давно люди вышли вперед на исцеление в одной церкви. И пастор вышел потому что ему надо было исцеление. Я не знала, что у него за болезнь. И Дух Божий мне сказал, скажи ему, пусть станет агрессивным чтобы схватиться за свое исцеление. Потому что если ты пассивно рассиживаешь и говоришь, я верю, я принимаю, я верю, я принимаю, дьявол съест тебя на обед. Тебе нужно смело говорить, потому что у духа веры есть рычание внутри. У него такое есть движение, такой поток, который не сдвинуться. И звучит по-другому. Когда кто-то говорит, я верю в Бога. Потому что я слышала, как люди в собрании говорят, я верю в это Божие. И у них слезы в голосе. Если у тебя слезы в голосе, ты не в вере. У веры в голосе нет слез. И нытья. И плача. И самосожаление. И быть таким жалким по отношению к самому себе. В духе веры есть смелость. И начало 23 стиха говорит об духе веры, о вере Божьей. Не просто о принципе, не просто о шагах веры, но о духе веры, который внутри. И тебе нужно работать этими принципами отсюда, из духа веры в тебя. Всего пару дней после того, как мой муж ушел к Господу, Бог проговорил ко мне и сказал, я твой помощник. И он говорит, так как я тебе помогаю, это через то, что вкладываю в твои уста мои слова, другими словами. Мне все равно нужно было иметь веру. Просто того, что я была вдовой, это меня не освобождало от необходимости иметь веру. Из-за того, что что-то драматическое произошло в моей жизни, это не освобождало меня от использования веры. Потому что я теперь отвечала за 6,5 миллионов долларов. И Бог не подходил ко мне с сочувствием. Он сказал, вкладывай мое слово. в твои уста. Мое слово в твои уста. И мне нужно было встать и не говорить из места печали. Печаль не принадлежит нам. Я не собираюсь использовать и в ней участвовать. Потому что нету печали в духе веры. Мне нужна была ответ с неба, помощь с неба. И слезы в моем голосе этого бы не получили. И слезы в твоем голосе не принесут результатов. Халлилуйя. Так что, если ты выполняешь эти принципы веры, говоришь вещам уйти, говоришь вещам прийти, и ничего не меняется, то проблема в начале 23 стиха. Пойди, накорми свою веру, взрасти ее большую в себе, питай свою веру, питай свою веру, питай свою веру. И я этому пастору, вышедшему на исцеление, сказала, он действовал по принципам, но не в духе веры, который бы его выдвигал вперед. Он просто знал шаги. И он предпринимал шаги. Но нужно говорить из этого духа веры, что ты не сдаешься, ты не отступаешь, пока не получишь свое, то, что тебе нужно от Господа. И он пошел домой. И мне позже рассказали его свидетельства, что у него начали распадаться позвонки в спине. И огромная была боль в спине. И в течение двух недель он брал Слово Божие и ходил по полу и говорил, ранами его я исцелился. он взял на себя мои немощи и понес мои болезни. И он смело провозглашал Слово. то, что он делал, он питал этот дух веры, потому что он пытался получить исцеление, а вера не была построена. поэтому он уделил время, поэтому он уделил время, чтобы построить, накормить свою веру. Через две недели питание Словом, провозглашение, исповедание Слова. Он принес что-то своей жене. он принес большую, что на своей спине такую бочку можно... бочку с краской, чтобы красить, на спине принес. Им нужно было красить фасад дома. И это был огромный такой бидон с краской, тяжелый. Из-за спины он не мог этого носить. И после того, как он питал свою веру, возвращая себя в веру, он своей жене принес этот бидон и сказал, повесь его мне на спину. Она повесила ему его на спину. И он стоял, и говорит, слезы сближали по лицу от боли. И он пошел наружу со слезами, текущими по лицу. И он приставил лестницу к дому и стал сбираться по лестнице с этим огромным бидоном на спине. И он говорит, слезы текли по лицу. И он говорил, спасибо Богу, я исцелен, спасибо Богу, я исцелен. И начал распылять эту краску. Спасибо Богу, я исцелен, спасибо Богу, я исцелен. Он работал этими шагами веры исходя из духа веры. Понимаете? Есть разница. И он говорит, когда я спустился с этой лестницы, всякая боль ушла, всякая боль ушла, моя спина была полностью исцелена. Почему? Потому что он рассердился на это и начал двигаться в вере. И кормить свою веру, чтобы это начало 23 стиха, имейте веру Божью, было в нем. был один человек, который пришел на одно из собраний моего мужа. И у его мамы был рак груди. И он принес платок, чтобы мой муж возложил руки. И у моего мужа было помазание, чтобы разрушать рак. И он возложил руки на эту ткань. И этот мужчина понес эту ткань своей маме. И хотя его маме нужно было исцеление, она не взяла и не положила сразу это себе на тело. Она отложила этот платок в сторону и две недели. Она питалась местами писания об исцелении. И она медитировала их, размышляла над ними. Что она делала? Она не добиралась дальше по 23 стиху и 24 стиху, пока не позаботилась, что начало 23 стиха было бы в ней. Она питала веру, питала веру, питала веру. И когда этот дух веры поднялся в ней, тогда она взяла эту ткань и возложила себе на тело. И мгновенно сила Божия прострелила ее тело. И эта опухоль тут же исчезла. Почему? Потому что она не просто пыталась использовать шаги, прежде чем не накормила оснований веры. веры в ней. Если ты говоришь к вещам, веришь о каких-то вещах, и перемены не приходят. Вернись к началу 23 стиха, потому что оно предшествует всему дальнейшему тексту. Имейте веру Божию. Имейте веру Божию. Питайте эту веру. Говорите эту веру. Пусть она растет в вас. Делайте ее большой в себе. Халлелуя. Библия говорит в Римлянам 10.17. Вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего. Я знаю это как пастор. Я проповедую веру. Вы понимаете, я и на другие темы проповедую. Но всегда есть нить веры, которая дается нашим людям. Когда я проповедую любую проповедь, вера приходит к людям. Но я вижу людей, которые годами сидят в церкви, и ничего не меняется. А они слышат веру, и вера приходит. Но от того, что она пришла, не значит, что ее приняли. Понимаете? Вы можете слышать Слово, и оно может в вас не попадать. Вы можете слышать о вере, и оно в вас не попадает. У меня были люди, которые приходили, которые перепрыгивали забор моего дома. Перебирались через забор. Потому что хотели посмотреть мой дом. Мне пришлось камеры. поставить. Они шли, шли в двери, у меня забор. Написано, не заходить. То дьяволу все равно у тебя забор, не забор. Он хочет перелезть. И вот люди хотели прийти посмотреть мой дом. Он на холме, потому что его видно со всей долины. Они подъезжают и думают, раз они увидели этот дом, значит, можно в него зайти. И люди подходят к моим дверям, стучат мне в двери и хотят зайти посмотреть мой дом. Они приходят, но они не зайдут. Они приходят, но они не зайдут. Потому что я не собираюсь двери открывать. Есть многие люди, которые приходят в церковь, но вера в них не заходит, потому что они, сидя только с разумом, пытаются принять слово. Не сработать, если оно только в разум попадет. Да, вашему разуму нужно слово, но чтобы работал дух веры, оно должно проникнуть в ваш дух. И можно увидеть, когда люди его принимают в сердце. Не достаточно прийти, нужно принять. Ты не можешь просто сидеть и говорить, а это я уже знаю. Тебе нужно сказать, Бог, я хочу это, я верю, это мое слово. Это моя помощь. Принять веру. Когда твой пастор проповедует веру, но тебе ее нужно принять вовнутрь. Она сама не зайдет от того, что пришла. Она зайдет, если ты дверь сеться, откроешь и примешь и скажешь, это мое слово. Это мой ответ. Халлелуя. Вера приходит, но принимать вам. Халлелуя. Халлелуя. Кто из вас верит в это? Важно, как вы относитесь к слову. Вам нужно взаимодействовать со словом. Вы не можете просто сидеть и говорить, ну раз, я хожу в церковь, Бог обязан мне все сделать. Он работает верой. Если ваша вера в действии, тогда его сила вступает в действие. Важно, как мы относимся к слову. Мы не должны к нему относиться поверхностно, мы должны его почитать. Это наш хлеб. Это то, чем мы питаемся. Оно кормит нас. Халлелуя. 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 Сколько из вас может сказать, у меня есть вера Божия? Кто из вас знает, что каждый раз, когда вы слышите послание веры, оно должно восторгать вас, потому что это ваша часть. Это ваша часть. И когда вы хорошо выполняете свою часть, Божья сила всегда работает, всегда проявляется. вы всегда получаете свой ответ. Каждый раз вы получаете свой ответ. Халлелуя. 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 Когда выходит ваш пастор и проповедует проповедь, которую вы уже прежде слышали, говорите, скажи мне снова, пастор, потому что это пища для моей веры. Я хочу слышать это снова и снова. Вера восторгается, когда слышит слово. Мыслительное согласие говорит, это я уже слышал, это все я уже знаю. Это признак, что вы не кормили дух веры, что вы не течете в духе веры. Поэтому, если что-то не меняется, вернитесь и позаботитесь, что вы каждый день питали свою веру. Халлелуя. Бог сказал Иисусу Навину, у меня для тебя есть земля, куда привезти людей. Представляете, как это? Боисей не мог их туда завезти, а Бог говорит, Иисусу Навину, ты их туда заведешь и сказал, как? Иисусу Навину, 1,8, сия книга закона, да, не отходит от уст твоих, но размышляй в ней день и ночь, день и ночь, день и ночь. Как он обращался со Словом Божьим, определяло, войдут ли они в то, что Бог им обещал, как ты обращаешься со Словом Божьим, определяет, переживешь ли ты то, что Бог обещал тебе. Халлелуя. Халлелуя. Защищай свою веру. Питай свою веру. Охраняй свою веру. Ревностно сражайся. Потому что без веры ты не можешь иметь дело с Богом. Халлелуя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейна.